Итак, я вам расскажу дефенциальную эспрессию генов в морских приставных популяциях. Это рыбы, обитающие в прибрежных зонах морей и океанов, в северном полушарии, а также в реках и озерах. У них есть разные формы, две из которых это морская и пресноводная морфа. Главное отличие которых заключается в наличии у морской морфы костной брони. Треховая колишка замечательна тем, что ее морские популяции могут заселять пресноводные водоемы и буквально за сотни или даже десятки лет полностью адаптироваться к новым сетям обитаниям и превращаются в пресноводную морфу. Причем данный процесс происходит схожим образом в несообщающихся популяциях. При анализе, при сравнении различных популяций в треховой колишке было обнаружено, что различия в их геноме развязаны неравномерно. Существуют некоторые участки геномов, в которых количество данных различий намного значительно больше, чем в средних геномах. Такие участки были названы астроном-диоргенцией или диамией. Ценем нашей работы было изучить характер дифференциальной экспрессии генов, которые находятся в диах морских и пресноводных популяций, и также сравнить этот характер с характером дифференциальной экспрессии по всему геному, а также парализировать экспрессию отдельных генов по принадлежащим идеям. Нами были взяты идеи, которые были определены хотя бы в одном из десяти сравнений, девять из которых было проведено между морскими и пресноводными популяциями из Львоморского региона, и одно сравнение популяции с восточных убрежья Камчатки. Всего в КИТИ было обнаружено 79, а 55 из них содержат гены. Всего 288. Данных на экспрессии были взяты из баз данных NCBI. Они были получены при анализе РНК методом метр-рейд-гибридизации. Были организованы РНК из тканей пяти морских и пяти пресноводных рыб. И эти ткани — это глаза, жабры, сердце, репталам с печенью, грудной мышцей и передний мозг. Первым делом мы решили сравнить относительное количество диперциально-инспрессируемых генов в ZI по сравнению с полным геномом. И здесь мы наблюдаем значимое обогащение, то есть доля диперциально-инспрессируемых генов в ZI значимо больше, чем доля генов в большом геноме. Однако стал вопрос, корректно ли изучать ZI, пришедшие из разных популяций в одном исследовании. Чтобы видеться, что действительно можно делать, мы построили диаграмму аналогичную предыдущей, но отдельно по взятиям, которые были выявлены в сравнении камчатских популяций только в беломорских популяциях, а также те, которые были выявлены и в камчатских и беломорских популяциях. И на данном рисунке мы видим, что значимых отличий нет. Соответственно, учитывая то, что известно, что адаптация происходит схожим образом, мы можем анализировать эти данные. Однако данный подход не позволяет понять, как распределены диперциально-инспрессируемые гены в целом по геному. Чтобы решить эту проблему, мы взяли набор областей геномик, каждой области из которых соответствовало определенному диаграмму по количеству генов, входящих в него. И для каждого набора считалась относительная доля диперциально-инспрессируемых в нем генов. И были получены следующие распределения. Теперь стало возможным посмотреть, какова вероятность случайной встречи набора участков в геноме, которые будут по характеристикам схожи с реальным диаграммом. И оказалось, что в 5 из 7 случаев количество диперциально-инспрессируемых генов в диаграмм превышает 99% таких случаев, наших искусственных диаграмм. Следующим этапом было посмотреть, есть ли какая-то знакомерность в направлении жмения экспрессии. И было показано, что во всех тканях гены, которые находятся в диаграмме, преимущественно повышают свою экспрессию в приставных популяциях по сравнению с морскими популяциями. Чего нельзя сказать о геноме в целом. И также можно сказать, что эти различия оказались значимыми. Даже в случаях, когда и в геноме, и в диаграмме мы наблюдаем преимущественно от регуляции. В этом случае мы провели тест, схожий с предыдущим, и посмотрели, сколько искусственных диаграмм похоже на настоящий. И оказалось, что в 5-7 случаев у нас диаграмм по данному параметру оказались выше, нежели искусственных диаграмм. Чтобы тщательно убедиться в том, что гены в диаграмме преимущественно апрегулируются, мы провели bootstrap. То есть выбирали случайным образом из диаграмм с повторениями 10 тысяч раз. И смотрели, какое значение в каждом из этих случаев принимает отношение апрегулируемых генов к данным регулируемым. И мы видим, что ни в одной из каний 95% планка подтверждения не опустилась ниже нуля. Также наша цель была свернуть внутрь DIF. И тут привезло несколько примеров. Вот, например, DI с кровосомой 4, номер 1. И в нем видим, что есть ген, который дифференциально инферсирован во всех тканях. Здесь показано PVA и здесь полученчик. И причем этот ген козирует гамолу в популярной протонной АТФазе. В ранних работах было показано, что он действительно важен для адаптации. И также в некоторых тканях дифференциально инферсированы еще два гена. Такие как один из них козирует белок, способствующий образованию клеточных каналов. А другой задействован в транспорте из ЭПР в аппарат Гольджа. В качестве другого примера мы взяли протяженный DIF, в котором почти во всех тканях дифференциально инферсируются два гена. Которые козируют стелитин и аксинопарин пологубелок. Причем области гена задействованы в формировании иммунного ответа. А также во многих тканях дифференциально инферсирован еще один ген. Он козирует фризовый рецептор, который участвует в процессах пролиферации клеток, также в брюнальном развитии и в общей регуляции этого ген. И последний пример. Это DIF, в котором дифференциально инферсирован преимущественно только один ген. И данный ген также ответственный за иммунитет. Из всего этого мы сделали вывод о том, что DI обвлечены дифференциально инферсированными генами по сравнению с геномом. Во-вторых, гены, лежащие в DIF, преимущественно подвержены апрегуляциям, чего нельзя сказать о геноме в целом. А также то, что в DIF есть гены, значительно меняющие уровень экспрессии по сравнению с фоном для данного DIF. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопрос там, пожалуйста. Можно уточнить за руководителем дифференциально? Ну это просто было в предыдущих работах. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Были выбраны маркеры. То есть, брались пара сравнений. Ну я могу так в общежитие отмечать. И подсчиталось количество различий, которые есть между морской и присталной популяцией, но нету внутри одной популяции. Различие макреативные или? Ну креативные, да. Просто макреативные. То есть, изучение академующих или микрактивующих? Да, да, да. И считалось количество вот таких маркеров в 10-килобазном макре. И таким образом вычитываясь, как это диктенанты идея. И вот здесь столбики, личина столбиков соответствует количеству таких маркеров. А вы как-то пытаетесь, вот для тех генов, на которых вы видите специальную экспрессию, вы смотрели, у вас есть, ну среди тех полиморфитов, у которых будут стримы частоты, есть ли у вас такие, которые дают какую-то несинонимичную замену? Это мы пока не смотрели. Мы планируем. Хорошо. Еще один вопрос есть? Да, пожалуйста. Сказали, что у всех предметов есть наше внутреннее мнение. На планете что делать дальше? Соответственно, у других генов? Возможно, их можно изучать на предмет, возможности оказания. Возможно, они влияют на какую-то регуляцию. Но мы пока это не изучали. Но это тоже может повторить, да. У нас, мы брали здесь гены по мягким критериям. Точнее, по мягким критериям. То есть можно было выбирать по более жестким, но мы взяли самые мягкие. И некоторые скорости оказались совсем небольшими. То есть даже не по размерам они могут быть такими, что у них мало вероятность того, что были гены. Но большинстве есть, да. То есть вот в 5-ти там были гены. Вопросы нет? Пожалуйста, пожалуйста, подправляем. Вопросы нет? Пожалуйста, подправляем. Вопросы нет? Сейчас нам городский авокин из Рослистского университета расскажет на английском языке доклад об изучении Марины с Продолжение следует... 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 И вот здесь рмсб профиль, руд-square-мин-deviation профиль, для протеин-бокбон. И, как вы видите, после того, они становятся довольно стабильными. А для ликвы, они просто сидят довольно крепко. Какие изменения в структуре? Как вы видите, в регион 15-155 ммназ, есть несколько изменений, так как у лимфа-мпады, и другие формы. В этом месте для лимфа-мин-душер, это для хмассерин-лептин комплекс, и на этом месте для лимфа-мин-душер. И на этом месте мы можем найти, что по-моему, в основном, для ботов-мин-душер. Как вы видите, что у лимфа-мин-душер в soccer структуре, то есть, в блукове, Это комплексный альтин-усер. И в красном цвете это комплексный альтин. Как вы видите, аланин-58 и аланин-108 Идисплейте. И вот здесь. Аланин-58 и окружающийся Идисплейте 7.8 альтин. И аланин-108, около 5 альтин. Идисплейте. В этом все, что это, Идисплейте и морин. И из этого, Их из-за этого железа Интересно ему в 뒷фобе. Вот здесь, Здесь вы видите, например, orange-colored residuos, которые interact hydrophobically, а также red-colored residuos, которые формы hydrogen bonds с лигами. Также вы видите энергетические параметры. Для автоиндущего C12-HSL, а также для моря. Здесь вы видите колумб, а также Вантервольт с интеракцией. И, на самом деле, вы видите, что вы видите, что вы видите, что вы видите, что вы видите в ММПВСА. И что вы видите, что это самое важное. И, как я уже говорила, что антибиотики не так эффективно. И потому что мы используем их очень часто. И, потому что, бактерии становятся сильными. И, конечно, не так эффективно. Поэтому в том числе эмболон, который конформировал индустрирует на атоматике, чем приводит в том числе иного эмболон. И, как мы знаем, когда лиган binds к сеткам, это тоже, как у hơn, расширентое конформирование. И все же, что лютерди-болон, uten последний смолок, достаточно лиган-минейки, но это не дни-бинейки. Но, я знаю, когда лиган binds к сеткам, это также дни-бинейки. Таким образом, антипатогеник активности в море может привести в форме комплексного хомострена латтин. Также, в работе, в Фаб's workshop, есть такой момент, что море может вообще interact с аутоиндустрией. Например, три молокусы аутоиндустрии interact с море. Это может быть и потенциал тенанейя complex. Таким образом, что две лег failinges lately можно немного порняться. В этом случае мы slight Co-ido. Продолжение следует... 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 Я не работаю в работе, где есть тёрнерий комплекс. То есть, что два лигганда связывается в том, что два лигганда связывается в тёрнерий комплексе. Дело в том, что на этой слайде... Wait just a second. Вы видите, что эти соседусы были измельчены. И есть много space, чтобы, после этого, альтиндюстер может измельчать себя в тёрнерий комплексе. Но в предыдущем работе, как я уже говорила, мы обнаружили, что альтиндюстер может измельчать с альтиндюстер по форме фонда-болистой интеракции. Альтиндюстер был измельчен в фэбс-болистой интеракции. И последнее, если все эти компоненты были измельчены? Что ты имеешь в виду? Они измельчены? Да, они измельчены. Они измельчены. Они измельчены? Я бы хотел сказать, что есть экспериментальные данные. Они используют эти компоненты в бактерии. Я имею в виду, что они не реагируют. Но нет никакого объяснения, почему это происходит. И это может объяснить, почему это происходит. OK. Any questions? OK. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Здравствуйте. Уважаемые коллеги и слушатели. Субтитры делаем. 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 когда белок имеет заряд плюс 8, и при pH 11, когда белок имеет заряд плюс 1. Повердности белков расскажут в соответствии со своим электростатическим потенциалом. Так, синие области отвечают за положительный заряд, красные за отрицательный. Видно, что структура при pH 11 имеет большее количество окрасных властей, а значит, белок имеет большее количество отрицательных зарядок на своей поверхности. Использованные поликотиолиты прежде всего отличались по своему заряду. Так, в качестве полинионов мы выбрали полистиросульфанат и полифосфат. В качестве поликотиона был выбран поли-НТУ-4-виневый перенедений, с которым мы уже прежде работали. Кроме того, поликотиолиты отличались по степени своей полимеризации. Мы брали цепочки 05, 18 и 45. Все квантовые химические расчеты мы проводили с помощью программы REST по оптилизации геометра и с помощью программы Firefly. В итоге, на первой динамической системе состояла из белка, при одном выборном фарш, либо сексурина, либо 11, поликтроидов, так, чтобы суммарный заряд был плюс 90 в случае поликотиона и минус 90 в случае поли-НТУ. То есть лежали либо две цепочки 945, либо 5 цепочек 918, либо 15, либо 18 цепочек, либо 5. Кроме того, в систему входили ионы, так, чтобы суммарный заряд всей системы был равен людям. Каждая симуляция проводилась в течение трех раз, и три раза в течение пятидесянцев. Оказалось, что все поликтроиды связываются с лизоцимом и при ПАШ-синсплойной, и при ПАШ-инсплойной, и при ПАШ-инсплойной. Даже поликтроид связывается с белком при ПАШ-синсплойной, когда будет иметь зарядку и сходь. Безусловно, поликтроиды связываются с предстоятельно заряженными остатками на поверхности белка, так как поликтроиды у нас положили нет за счет его взаимодействия. Но, кроме того, контакты осуществляются и за счет водородных связей тоже. Так, в данном электронной динамике показали, что количество водородных связей не зависит от ПАШ. Водородные связи на данном слайде показаны желтым цветом. Зато отличается количество ионных связей ППАШ. Так, для полифосфата колесоидных связей больше при ПАШ-синсплойной, то есть тогда грибиот заряжен более положительно, чем при ПАШ-инсплойной. Для другого полиниона полискроиды фланата данного закономерно сохраняется. Поликатион способен образовывать только лишь ионную связь. Именно из-за различия в ионных связях отличается суммарно количество связей между полиэтролитом и белком, что отражает и на количестве создающихся мономеров полиэтролита. То есть полионион саживается больше количества мономеров с белком при ПАШ-инсплойной, то есть когда белок заряжен более положительно, а полионион саживается больше количества мономеров при ПАШ-инсплойной, когда белок заряжен более отрицательно. Интересным оказался еще и тот факт, что, что вне зависимости от длины поликтролита количество связавшихся мономеров одинаково. Кроме того, оба полионеона связались с одинаковым количеством мономеров. Ну а поликатилон хоть и связался с луком, но количество связавшихся мономеров у него поменьше. Несмотря на то, что количество связавшихся мономеров не зависит от длины цепочки, время срабатывания поликтролита и белка зависит от длины. Так более пленят спочт и имеют более длительные карты с белком. Это можно понять из графика зависимости количества связанных цепей от времени. Мы видим, что кривая, которая отвечает коротким цепям, имеет больше фруктуации, а значит резкое изменение в количестве связанных цепей. То есть короткий цепь быстро связывается с белком и так же быстро ассоциирует с белком. Ранее я уже упоминала о модели взаимодействия по электролитам и белкам. В зависимости от паша-створа. Тогда мы лишь могли предполагать о том, что полиэктролит образует петли-хвосты. В некоторых же симуляциях оказалось действительно, что у полиэктролитов образуются петельки и хвосты, но в некоторых симуляциях петли-хвосты не образовывались, а происходило плотно-толегантность перед поверхностью белка. Захотелось как-то количественно это оценить, то есть посмотреть, как 12 почек и паша-створа влияет на стоимость полиэктролита образовывать хвосты и петли. Для этого мы посчитали количество связанных мономеров и количество свободных мономеров в тех цепочках, которые связались с белком. Те же цепочки, которые не связались, мы не учитывали. Ясно, что количество свободных мономеров образует вот эти самые хвосты и петли, которые оттолкнулись от наименно заряженных поверхностей белка. Как я уже говорила ранее, количество связанных мономеров не зависит от длинной цепочки, зато зависит количество свободных мономеров. Так, с ростом ТП у нас увеличивается количество свободных остатков. Была посчитана доля связавшихся мономеров на цепь. Понятно, что чем доля связавшихся мономеров меньше, тем большее образование хвостов и петель. Прежде всего доля зависела от длины полиэктролита. То есть чем полиэктролит короче, тем большее количество связанных мономеров. Тем большее доля связанных мономеров. И также доля зависит от pH раствора. То есть получается, в случае полиэктролита при связывании полиэктролита с белком, с более положительным белком, то есть при pH растворении, доля связанных остатков выше, то есть вернейшее образование петель хвостов. В случае же полиэктролита на обратную ситуацию. Когда полиэктролит связывается с более отрицательным белком, то есть при pH 11, доля выше, что говорит о том, что происходит меньше образование петель. Именно благодаря этим хвостовом петель мы положили, что отрицательное происходит меньше. Кроме того, на растворимость комплексов также влияет на заряд. Можно ожидать, что чем заряд больше, тем больше растворимость комплексов. Мы подсчитали заряд. Оказалось, что, во-первых, заряд увеличивается с длиной цепочки, а во-вторых, заряд отвечается по значениям pH. Так, опять же, получилось, что в случае полиэктролит в комплексе имеет более отрицательный заряд, тогда, когда сам белок заряжен более отрицательно. В случае полиэктролит более положительный заряд, тогда, когда сам белок заряжен более положительный. На основе всего вышесказанного можно сделать выводы о том, что все полиэктролиты связались с длицином и при pH 7,5, и при pH 11. А также количество связанных асантов полиэктролита никак не зависит от его длины, а зависит лишь от заряда самого полиэктролита и pH раствором. Кроме этого, связывание между длинными почвами полиэктролита и белка более длительными, чем между короткими. С увеличением длины полиэктролита у нас происходит увеличение заряда комплекса, а также происходит увеличение количества модомеров, из-за которых образуются хвосты и бетны. Кроме того, с увеличением одноименных заряженных остатков на поверхности белка образуется большее количество петель хвостов, а также увеличивается заряд сибирь хвостов. Спасибо, очень интересно. А можно, к самому началу, где будем протанировать? Да. А какие у вас будут протанирования? А сколько убрали фактически pH, ваш каменный дисклот, ваши белки, где у вас масштабы на программное обнаружение может сибирить? Да, ну, смотрите, то есть структуру при патчном сплане я просто взяла из BDB, где сам эксперт продюсер при патчном сплане. Потом я загнала структуру своего белка в серверах BDB, и, кажется, рассчитывая все ПК до миллионных исходов, ну, в общем, рассчитывая, и уже оттуда я взяла координаты нужных мер. Хорошо. И следующий вопрос. У вас такие замечательные молекулы, которые имеют очень много степеней свободы, очень много врачательной связи. А пытались ли вы использовать такие методы для увеличения сэмплина, то есть методы на хотя бы несколько ранов этих симуляций для того, чтобы уточнить ваши параметры? Или вот все эти тратики, которые вы приводили, они все были поданы одной симуляцией? Ну, в смысле, имеется то, что там в реальной системе одна симуляция, ясно, что не позволяет. Для одной системы три симуляции. Одной системы три симуляции. Ага. Там был вопрос по поводу того, у нас поуверенно в вашем центре, то, что вы посмотрели то, что интересно. Или у вас есть насыщение какой-нибудь параметры? Насыщение какой-нибудь параметры? Да. Что-то выходит на вопрос. Даже если посмотреть на количество связей, видно, что в начале у нас идет довольно резкое возрастание, а уже под конец динамика у нас примерно полтора. Ага. Спасибо. О чем мы с вами поговорим? Слава Уполе? Слава Уполе? Ну, вообще, я смотрела статьи, где рассматривали белок и полиэтролиты. К сожалению, я не нашла этот статьи. Но ведь полиэтролит это просто длинные цепочки заряда. По идее, ДНК это тоже длинные цепочки заряда. Ну, то есть ДНК это просто природный полиэтролит. Поэтому, в принципе, я про Ополе, которое хорошо симулируется взаимодействие ДНК и ДНК. Ну, здесь они самые сложные. Ну... Нет. Нет. В ДНК там что-то 4-5, да? 5-0. Хорошо. Есть какие-то вопросы? Поможешь еще такой вопрос? У Вас известна пример глицеглотации Вашего... Нет. Нет, не считали, а экспериментально. Ваши проявления. Я сейчас не знаю. Я к чему это говорю? Потому что можно было бы даже на глазок оценить. Если ты этот код искриватимый, например, то, насколько они легко за наблюдением маленьких оплазон тренинг, а сейчас за магистрический вопрос. Если бы это уже небольшое, поисковое движение, в партии там что-то. Ну ладно, если вопросов больше нету, точно нету. Да. Мы хотим перейти на уволение. Здравствуйте, уважаемые коллеги! и сегодня я представлю вам свой ответ на уже озвученный вопрос. Антипараллельными генами называются гены, расположенные на комплементарных друг другу участках ДНК, причём в одном участке генома, так как это представлено на слайде. Антипараллельные гены выделены чёрными. В прокреатических геномах известен всего один экспериментально доказанный случай антипараллельного перекрывания генов, которые кодируют белки. ДНК – это шаперон, принадлежащий семейству белков теплового шока с молекулярной массой 70 кг. Присутствует этот белок практически во всех организмах. Есть работы, в которых показано, что на антипараллельной цепи к гену ДНК часто встречается длинная антипараллельная рамка считывания. Более того, вот в этой работе выделено глутамат дегидрогеназа из оомицета, закодим напротив гена ДНК. Вообще существует два основных семейства глутамат дегидрогеназ, однако в ПИФАМ-А есть еще семейство глутамат дегидрогеназ, построенное по трансляциям антипараллельных генов ДНК и рамок считывания. Таким образом, целью нашей работы было методом сравнительной геномики определить, может ли необходимый для организма белок глутамат дегидрогеназа кодироваться антипараллельными генами ДНК и рамками считывания. Для ответа на вопрос мы взяли 968 референсных геномов прокариот. В них обнаружили 978 артологов от белку ДНК и с геномом ЕКОЛИ. Артологами считались белки, длина которых больше, чем 1450 нуклеотидов, то есть длина гена, и с айдентити 50% по белковой последовательности, белку ДНК. Далее мы получили антипараллельные рамки считывания к выявленным генам и обнаружили, что среди этих антипараллельных рамок считывания присутствует 282 длиной более 1800 нуклеотидов. И выдвинули такую гипотезу, что вот эти рамки соответствуют генам глутамат дегидрогеназа из семейства ПИФА, представленного выше. Далее мы получили все трансляции длинных антипараллельных рамок считывания и убедились в том, что все они принадлежат выше упомянутому семейству ПИФА по HMM-профилю, взятому из ПИФА. Более того, все длинные антипараллельные рамки и их гомологи расположены напротив генов ДНК, а также в выравнении этих трансляций не выделяются консервативные домены, как это ожидалось бы при выравнении ферментов. То есть в выравнении видно, что нет каких-то полностью консервативных колонн. Таким образом, получается, что если эти глутамат дегидрогеназы белки, то они закодированы всегда напротив ДНК. Далее мы решили посмотреть на показатели КАКС или ДНДС для генов ДНК с антипараллельных рамок считывания без нее и, собственно, для самих длинных антипараллельных рамок считывания. И получили, что в среднем показатели КАКС для антипараллельных рамок считывания больше единицы, что означает, что на них действует положительный отбор. Однако, мы при сравнении показателей КАКС для генов с антипараллельной рамок считывания и без антипараллельных рамок считывания было выявлено, что 7-месячные замены в генах с антипараллельной рамок считывания меньше. Пивеллио был равен нулю по критериям анонимитных. Таким образом, доводы за то, что эти антипараллельные рамки считывания являются генами, это первое, что количество длинных антипараллельных рамок считывания значительно больше ожидаемого, и то, что антипараллельные рамки считывания сопровляются с анемичным заменом генов. Однако, на трансляции антипараллельных рамок считываний действует сильный положительный отбор. Более того, все гомологи этих трансляций располагаются напротив генов DNAK, хотя при дупликации ожидалось бы, что ген DNAK мог бы исчезнуть напротив антипараллельных рамок считывания. И при филометическом анализе нам было выявлено, что не выделяются отдельные клады с генами DNAK, напротив которых была расположена антипараллельная рамка считывания, то есть антипараллельные рамки считывания не имеют общего происхождения. Далее мы решили проверить, вернули ли полученные нами закономерности для других консервативных генов. Для этого были взяты из исходной выборки 8 геном ближайших родственников E.coli. Во всех этих геномах присутствует длинная антипараллельная открытая рамка считывания гена DNAK. Далее нам были выбраны гены, присутствующие в каждом из этих 8 геномов, и посчитана P-value по представленному в напротив конференции методам методом для всех антипараллельных рамок считывания к выбранным генам. Для анализа были отобраны гены с антипараллельной рамкой считывания с P-value меньше, чем 10-4. За контроль были взяты гены выбранные, напротив которых длина открытой рамки считывания меньше, чем 180 нуклеотидов. И получили, что по проценту сходства внутри этих 8 геномов они не различаются на уровне 1 сотая. Дальше мы посмотрели также на соотношение КАКС для генов с антипараллельной рамкой, без антипараллельной рамки и для самих антипараллельных рамок. И получили также, что для всех антипараллельных рамок верно утверждение, что на них действует положительный отбор. Далее мы посмотрели процент сходства для антипараллельных рамок внутри этих 8 выбранных геномов и для гипотетических трансляций антипараллельной цепи, генов, напротив которых нет антипараллельной рамки считывания. И получили, что с пивелью меньше, чем 1 тысячная, трансляция антипараллельных рамок считывания более консервативная, чем контрольная трансляция. Также мы получили, что количество синемичных замен для генов, напротив которых есть антипараллельная рамка считывания, на уровне значительной сотой меньше. Таким образом, мы получили, что необходимый для организма белок, клутамат дагерогеназа, вероятно, не может кодироваться антипараллельными генами ДНК и рамками считывания. Более того, выявленные нами закономерности верны и для других случаев антипараллельному перекрыванию генов. Однако, стоит отметить, что антипараллельные рамки считывания возможно, имеют биологические функции, причем связанные с их белковыми трансляциями. Спасибо за внимание. Вопросы, пожалуйста. Мне советую тебе делать. Вы же не знаете, транслируется ли это антипараллельная? Не знаю. Возьмите либосонный профайлинг. Вбрали либосонный профайлинг. Во-первых, вроде как при либосонном профайлинге прокариот трудно отличить, выбрать кодирующую цепь. Нам уже ПЦР ставится. Зато там можно установить периодически. Там можно сказать рамки считывания точно. У вас есть рамки считывания или они не совпадают? Да, не сказал. Все рамки считывания совпадают с геном. То есть просто ходон-кодон. Еще вопрос. Пожалуйста. Первый вопрос. Есть ли для ген-напротив слоя шайно-дальгар? Есть случаи, когда для антипараллельной рамки считывания найдено шайно-дальгар на 5 нуклеотидов на расстоянии 5 нуклеотидов от старткодона от ЭГЭ. Ну, собственно, в ЕКОЛе найдено. Ну и есть еще некоторые похожие случаи с не таким хорошим сигналом, но все равно. Можно хоть на узнавание? Да. Значит, тут ДНДС для генов без антипараллельного считывания, он на десятый, очень маленький. И хочется верить, что это происходит за счет того, что очень сильно уменьшен ДН. Да, это так, как показано. Отношение к АС где-то в среднем 4,5, то есть ДС, а ДН в среднем где-то 0,3. Ну, тут ДНК из двух филомов бактерий, то есть актинбактерий и протобактерий. Ну, чтобы сократить количество в равниях, и так там более 20 тысяч парников в равниях. Да, нет, но все-таки возникает вопрос. Если про один рамк считывания, соответственно, те снимочные сайты, которые снимочены для одного гена, они есть снимочные для другого. И, соответственно, канал, потому что КС должен отличаться в этом случае раз в 5. Точно так же, как он отличается на 10%. Я не жалом некоторым противоречиям. Он не сильно отличается, однако это отличие статистически значимое, то есть, ну и как уже показано, эти, даже если эти антиправильные рамки кодируют какие-то белки, то это очень неконсервативные белки. Вот, и, собственно, поэтому, скорее всего, они не могут являться какими-то необходимыми белками для организмов, которые, если удалить, то практически несовместимая жизнь будет. То есть это какие-то непонятные. Те бактерии, которые вы видите в рамках, у них отличаются? Это, по-моему, там, ВЦ составный, реактивный состав? Я, как уже говорил, что при филонетическом анализе всех генов ДНК все антиправильные рамки считывания были по делу бактерий, как-то размазаны в перемешку с бактериями, у которых нет антиправильной рамки считывания против генов ДНК. Рядом с ним, там, просто находится антиправильная рамка считывания. То есть общего предка нет, и никаких других закономерностей не наблюдаются. Да, я уже сказал, что присутствует два основных семейства глутамат Дегидрогеназ, это очень консервативные гены, ну, как известно, они присутствуют, экспрессируются во всех тканях, например, у человека, в печени больше, в мышцах меньше. Вот, их всего, ну, вот их два семейства, там, в количестве сегодня неизмало бы. Я вижу, как это и геномы, если вы решили? Ну, конечно, в этих геномах есть, по представителю одного из семейства этих глутаматных геридрогеназ. То есть, в принципе, не нужна в этом? В принципе, не нужна, да. Что у вас есть? Если нет, то у меня прокачка.